Вот пуп-финал, чувачки. Моя бескрайняя благодарность просто выходит из берегов, потому что глядя на то, как вы растете, как вы помогаете нам создавать контент для вас же, как вы даете фидбэк и принимаете то, что мы вам даем, а самое главное, то, что вы, изучая все это, получая, используя, продолжаете прогрессировать и сражаться с нами на этом поле боя, это, мать его, самое ценное, что я, как преподаватель и просто как ваш собрат по оружию, могу наблюдать. И самое главное, то, что что бы мы ни делали, мы делаем это вместе с вами. И уже прямо сейчас люди продолжают скидывать футажи, за что от меня не просто огромное спасибо, а я реально ценю всех и каждого, кто это делает и готов обнять и чистосердечно прижать к своему сердечку, потому что эти самоотверженные люди продолжают снимать и отправлять футажи нам для того, чтобы могли создать арсенал вооружения для тех людей, которые будут заниматься этим на посте, кто будет монтировать из них, возможно, свою первую работу. Возможно, у этих людей нету доступа к крутому оборудованию или крутым локациям, а эти самоотверженные бойцы продолжают снабждать нас всех с вами оружием. И вы просто посмотрите, что они нам прислали. И глядя на весь этот движ, у меня внутри создается огромный ажиотаж. И я думаю, у вас тоже касательно того, что же грядет и какое же путешествие нас всех с вами ждет в очередной раз. Если вы помните, мы все делаем вместе с нами, потому что первое правило нашего бойцовского клуба – в одиночку мы просто ничто. Поэтому, создавая какие-то вещи, мы ориентируемся на ваш фидбэк, и вы его присылаете, и он конструктивный. И это офигенно, потому что именно вот эти вещи – это подспорье к тому, чтобы мы с вами переворачивали индустрию. Но у нас нет уже сил больше ждать, потому что нашему ажиотажу, как и вашему, нужна разрядка. Поэтому я объявляю вам о начале нашего нового путешествия. Мы объявляем новый поток нашего курса по монтажу и постпродакшену от Саботовского. Я напоминаю то, что мы все делаем вместе с вами и для вас. Поэтому мне очень важно вас предупредить, что этот курс будет в этом году в последний раз. Но помните, что мы – одна большая стая, которая обожает путешествия, которая обожает опасности, а значит, что она еще любит. Расти над собой, делать крутые видосы и переворачивать индустрию. И сейчас я вам расскажу, как мы с вами будем это делать. И самые внимательные из вас уже поняли, как отправиться в это путешествие и что оно им сулит. Но я могу вам рассказать про фидбэк с предыдущего потока. Люди мало того, что разобрались в цветокоре, саунд-дизайне, поняли, как делать монтаж, да еще такой, чтобы хотелось пересматривать снова и снова. Но самое главное даже не это, а то, что у людей просто переворачивалась жизнь. Потому что кто-то не мог на свои предыдущие работы уже просто смотреть и воспринимать, как он это делал до того, как прошел курс. Кто-то увольнялся со своей работы и понимал то, что теперь он наконец расправил крылья настолько, что может зарабатывать любимым делом. Другие поднимали чек в три раза. То есть воздействие на людей было просто невероятное. И мне, как преподавателю, это приносит не только огромную радость, но и пласт огромной ответственности перед каждым из вас. Сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь для каждого из вас. Поэтому я в любом своем видосе пытаюсь дать ту или иную полезную информацию для вас. И сейчас не исключение. Знаете, какой самый лучший способ понять для себя, разобрался ты в чем-то или нет? Это взять и попробовать рассказать об этом другому человеку. Так сказать, преподнести его, обучить его и посмотреть, получилось у него или нет. Потому что именно в этот момент ваши знания невероятно закрепляются в ваших головах. И вы понимаете, где у вас какие пробелы, что вам надо подтянуть. И вы растете профессионально. Поэтому, если вы хотите перейти на другой уровень своего мастерства, возьмите кого-нибудь себе подмастерье. И я могу сказать одно. Мне с вами невероятно повезло, потому что в моем подмастерье оказались вы все. И, возможно, вы задаете себе сейчас один очень важный экзистенциальный вопрос. Может ли это путешествие изменить мою жизнь? И я не могу вам дать прямого ответа на него. Потому что для каждого это изменение будет свое и именно персональное. Но если бы, вообще создавая всю вот эту затею, каждый раз, из раза в раз, когда я преподаю, я постараюсь задаваться себе следующим вопросом. Что бы я тому киноделу, которому 4 года назад было тяжело, страшно, который не понимал, как монтировать, делать цветокоррекцию, саунд дизайн, эффекты, с чего вообще постпродакшн строится? Что это за зверь? Как его преодолеть? И вот этому киноделу 4 года назад было страшно, тяжело, но, тем не менее, приходилось идти в неизвестность. Приходилось преодолевать, совершать огромное количество ошибок и находиться на грани выживания. Так вот, каждый раз, создавая какой-то продукт, я думаю, как бы я мог ему помочь? И как бы я мог его трансформировать? И если бы, то есть, я на самом деле, я дико завидую каждому из вас, кто оказался на нашем этом поезде и оказался в этом путешествии. Потому что у вас как раз есть та возможность получить вот этот вот продукт, пройти вот это путешествие. Его раньше не было. Не было раньше всего того огромного количества информации, структурированной информации. Даже банально не было оружия, потому что мы, когда со славой только начинали, мы были абсолютно безоружны, шли в бой с голой жопой. Сейчас же, именно ценой работы нашей команды, мы снабждаем вас не только знаниями, практическими знаниями, теоретическими, очень полезной инфой, но еще и оружием. Потому что в этом курсе будут футажи, как я уже повторился, и у вас будет материал для работы. Каждый из вас может по итогу создать крутецкий видос, будь он для вас первый или очередной, который вы положите себе в портфель. Но возвращаясь к тому четырехгодовалому назад киноделу, которым я когда-то был, сейчас бы я был совершенно на другом уровне, чем тогда. И, возможно, я бы сейчас перед вами не сидел. Поэтому, так или иначе, я все равно благодарен за этот опыт. Я благодарен за то, что я прошел через весь этот сложнейший и жесточайший путь нашего кинодельческого с вами ремесла. И я хочу, чтобы каждый из вас раскрыл себе кинодела и не слетел с дистанции из-за трудностей. Поэтому именно вот с этими установками и целями мы создавали вот это путешествие и вот эту возможность для трансформации каждого из вас. Поэтому мне, как и вам, уже не терпится показать, что же нас с вами ждет в этом путешествии. Поэтому смотрите. Так что смотрите, наша с вами карта сокровищ. Нам предстоит отправиться в модуль M0, в котором мы с вами разберем основы Premiere Pro, для того, чтобы вы, независимо от уровня, могли максимально влиться во весь наш процесс и пройти путешествие от и до. Но самое забавное, что основываясь на фидбэке предыдущего запуска, даже профики в этом модуле находили для себя огромное количество полезной информации. Поэтому, если вы чувствуете себя как рыба в воде в Premiere, не брезгуйте и именно пройти эту штуку тоже. После этого мы будем изучать теорию практического монтажа. А что это значит? Весь опыт, который я читал, смотрел фильмы, изучал мэтров, зарубежный опыт и прочие штуки, я пытался структурировать и свести до каких-то практичных истин, которые, как буллеты и инструкции к действию, мы здесь и сейчас с вами можем начать применять для того, чтобы наш монтаж и наша режиссура монтажа начинала играть как надо, то, как вы хотите, и трогать людские сердца. И это все будем мы проходить именно здесь. Как бы, может быть, слово теоретическое вас может испугать, но не бойтесь, потому что есть слово практическое, поэтому любую из этих вещей вы сможете применять на практике. После этого у нас идет уже непосредственно практика и то, где мы с вами будем создавать, потому что мы вот в этом во всем путешествии с вами, мы не просто сидим и баклуши бьем, нам надо к чему-то прийти. И это что-то, это ваша финальная выпускная работа, как я уже говорил ранее, которую вы сможете либо сделать первый раз, а для многих с прошлого потока это было первый раз, и для них это был невероятный опыт радости от создания своей какой-то первой работы. А для тех, у кого уже есть портфель, вы сможете проапгрейдить его за счет очень крутой выпускной работы. Самое главное, чтобы вы выполняли дезехи и дошли до конца, потому что про фишки этого курса я вам еще расскажу, но вот это, это очень важная вещь, потому что мне нужна результативность каждого из вас, а чтобы она была, вам надо работать вместе со мной. Поэтому тут мы уже непосредственно изучаем сам монтаж, как его делать динамичным, интересным, чтобы в нем были контрасты, а самое главное, чтобы он был бесшовный и зритель на нем катался, как на американской горке. И про американские горки мы с вами тоже там поговорим. После этого мы уже будем изучать светокоррекцию, саунд-дизайн и как именно стилистически преобразовать ваш ролик, чтобы у него был именно ваш художественный почерк, потому что для многих из вас важно поиметь свой собственный стиль и раскрыть его. Но также немаловажно изучить, что такое саунд-дизайн, что такое светокоррекция, как все это делать в премьере, не лезть в другие программы и делать именно это на том уровне, после которого люди будут смотреть, такие, блин, это что было снято за огромное количество денег и потрачено огромное количество времени на посте, а вы им такой не, братан, я все это в премьере сделал. После этого мы уже как бы финальным штрихом припорошим эффектами то, что мы с вами будем иметь. Мы разберем, как эффекты применять, как делать так, чтобы они не конфликтовали, как вообще понимать, из чего они строятся. Крайний и архиважный полезный модуль, который сможет именно сделать вот эту красивую нашивку на вашу броню, вашего финального видоса, который пойдет сюда. Но для тех из вас, кому этого мало, мы еще добавили сюда дополнительный модуль 2.5, в котором мы будем разбирать креатив именно со стороны препродакшна. Мы поймем то, что каждый видос, независимо от того, каким он приходит на пост, начинается на препродакшне. И именно на препродакшне вы можете творить такую магию, после которого ваши видосы разберут на федеральные телеканалы. Если и этого вам будет мало, то я понимаю, насколько тяжело в этой индустрии крутиться как акула бизнеса, зарабатывать деньги и еще успевать заниматься творчеством. И именно для этих людей мы создали блок бизнес, после которого вы научитесь делать, во-первых, клиента клиентам на всю жизнь. И это самое важное, потому что именно эти люди будут помогать вам творчески расти и снабждать вас финансами. А еще разберем огромное количество аспектов и работы с клиентами, и как не допускать базовых ошибок, чтобы у вас там по тысяче правок не было. Все вот это, юридические там правовые аспекты, все это будем мы с вами сделать здесь, потому что это очень важный модуль. Ну и поскольку это не просто курс с огромным количеством практической полезной информации, а я все-таки сюда закладывал философию, с которой мы будем идти по этому путешествию, и то, что нас с вами будет поддерживать в трудную минуту и позволит получить максимальный результат, я заложил сюда четыре фундаментальные вещи, о которых я вам сейчас расскажу. Во-первых, это концепция старшего брата, потому что даже прошлый фидбэк и опросник показал то, что именно эта вещь помогала вам в трудную минуту, позволяла получить максимум полученных знаний, потому что нужен реально вот просто, нужен наставник на этом сложном пути, нужен старший брат, который и поддержит, и поможет в трудную минуту, и пластырь на бобоку наклеит. И я и моя команда в этом путешествии будет именно старшим братом для вас. Во-вторых, это чтобы мы шли в это путешествие не с голой жопой, и для вас я подготовил целый арсенал футажей, который составлен вместе же с вами, с теми киноделами, которые отправляли их, наши футажи, футажи еще, которые, соответственно, можно найти в интернете, короче, огромное количество материала, чтобы по итогу финальная ваша работа была просто пушка-бомба. Третий пункт, то, что мы проработали на своем вот этом вот огромном пути подготовки для вас, вот этого путешествия, мы разобрали огромное количество информации и русской, и зарубежной, и чуть ли не метров там поднимали из могил и узнавали, чем же они дышали, и как эти люди создавали свои творческие мастерписы. Поэтому уникальная и структурная, а самая важная практическая инфа ждет вас в этом путешествии. И, естественно, домашние задания. И, как вы помните, в прошлый раз я проверял домашние работы всех киноделов, которые отправляли их в дедлайн, для того, чтобы у каждого из вас была возможность получить фидбэк по вашей работе. Эта вещь позволяла людям зажимать себя в рамках дедлайнов, учиться правильно и структурированно работать, а по итогу получать не знак вопроса, а крутую выпускную работу. И именно это нас с вами и ждет. Но это еще не все, потому что, да, знания, домашки, футажи, наши с вами самое важное, это то, что у вас появляется возможность оказаться в движухе, оказаться среди своих единомышленников, собратьев по оружию и отправиться в увлекательное путешествие. Потому что у нас есть чаты, где люди объединяются, они продолжают общаться друг с другом даже после прохождения курса. Они открывают видеопродакшн, начинают работать вместе. И самое важное, начинают двигать эту индустрию не поодиночке, а каждой большой нашей с вами стаи. И вы спросите меня, как же оказаться в этом путешествии? Запоминайте, в понедельник в 6 часов вечера мы откроем доступ для всех и каждого, чтобы вы вместе с нами, вместе с нашей стаей и закрытым бойцовским клубом смогли взять эту вершину и перейти на абсолютно другой уровень. Но если кто-то из вас хочет оказаться в числе первых и уже прямо сейчас попивать кофеек у подножья этой вершины, то мы для вас разбили палатку. И имя этой палатки – предзапись. Так что сегодня у вас есть уникальная возможность предзаписаться, зарезервировать все местечко, и чтобы все у вас было в шоколаде с самого начала. Но и для вас мы еще подготовили маленький подарок, потому что мы очень событийные чуваки и обожаем вас радовать маленькими вещами. И вот эта вот армия из Оскаров на самом деле – это каждый из вас. Потому что я считаю, поскольку мы работаем на одном поле боя, мы шарашим, преодолеваем, а самое главное – создаем и привносим в этот мир что-то новое, каждый из нас заслуживает своего персонального Оскара. И напоминаю, что в этом году, в это путешествие, мы с вами отправляемся в последний раз. Поэтому я хочу в нем видеть каждого из вас. Увидимся!